Хоккеисты В Еврохоккей Тура другие активно тренируются, а есть еще третьи, которые совмещают одно и второе. То есть играют за сборную и тренируются. То есть тренируются и дают интервью нашей программе. О них далее в прохоккее. Денис Андреевич Толпека родился 29 января 1985 года в Москве. Нападающий. Игровой номер 53. В сезоне 2007-2008 провел 26 матчей за клуб НХЛ «Филадельфия Флайерс». Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо». Первое, наверное, интервью было, когда я еще играл за «Русь-Москва». Нам было, наверное, лет по 10. Я помню, тогда такие маленькие газетки выходили. Игры с «Дюшор», вот эти вот все. И там буквально, может, пару вопросов. Любимый хоккеист и так далее, что-то такое спрашивали. Твой любимый хоккеист? Может, что-то любимый праздник? Ну, какие-то такие вопросы, по-моему, были. Ну, этот номер, когда я контракт подписал с «Филадельфией», вот, и мне «Филадельфия» этот номер дали, в общем-то, 5-3 мне так сами цифры достаточно симпатизируют. Я его оставил и стараюсь, как бы, если где-то я даже играю в других командах, там, брать этот номер. Хоккей вообще, он сам по себе дисциплинирует, да, и это командный вид спорта. Тут, как бы, с детства ты ведешь такой образ жизни, вот, мужской, так скажем, да, закаляет свой характер с детства. Поэтому, конечно, я рекомендую отдавать своих детей, мальчиков, в этот спорт, добиваться результаты, как вот. Жизнь в спорте даже, ну, не все становятся хоккеистами, да, но это закаляет и дисциплинирует характер. Ну, когда я первый раз, может, узнал, я просто понимал, что это очень далеко, вот, и что тоже играют в хоккей, собственно говоря, так же, как и везде. Поэтому, как бы, ничего такого сверхъестественного, я не это. Все обычно такое понимал, что вот единственное, что далеко находится, и все. Помню некоторые матчи, так-то, конечно, ты играешь каждый сезон, вот, и сюда приезжаешь, и там. Поэтому, как бы, помню, здесь мы играли как-то, наверное, первый сезон, что-то в КХЛ, когда первый раз это приехал в Хабаровск. Помню, что-то там, такая игра была тяжелая на последних минутах, что-то они вратаря сняли, сравняли. Я уже не помню, как, по-моему, мы проиграли здесь. Такое, ну, бросил с глаза, что вот болельщиков много было полностью, иди, он так шумно. В каждой команде есть лидер, да, вот там, сколько там ребят или там, и опытные игроки, да, которые, как говорится, ну, на этой роли находятся. Поэтому, мне кажется, что в каждой команде есть уважаемый человек, и опытный, который может подсказать как на льду, так и в жизни. Не знаю, сейчас перечислять каждого, мне кажется, есть опытные игроки хорошие, да, которые добивались успехов, там, тоже, там, допустим, Ковальчук, да, в СКА, который, там, выиграл золото, там, чемпионат мира, да, естественно, он лидер СКА, там, в том году они выиграли Гагарин, там, тот же Радулов, да, там, в ЦСКА, там. Ну, в каждой команде есть Динамо, там, да, много ребят, там. Нет, ну, не то, чтобы обращаешься, это, как бы, автоматически, наверное, происходит. Просто ощущаешь, когда идет накал, да, или когда много народу на стадионе, да, полный зал, это чувствуется, да, и, соответственно, и везде болельщики болеют по-разному, да. Поэтому, конечно, ощущается, да, дома всегда, как бы, приятнее играть, потому что, как бы, естественно, при твоих атаках, да, идет какая-то реакция. Ну, какая игра в идеале? Она какая есть, такая она есть. Что здесь придумать? Идеально у хоккея, наверное, только на Олимпийских играх, когда Олимпийские игры кто-то выигрывает, наверное, можно сказать, что он идеальный. Воспитанник хабаровского хоккея. Вот что означает, Юля, эта всем известная расхожая фраза? Я думаю, все просто. Человек родился и вырос в Хабаровске. Дай пять. Все правильно, но только не на 100%. Дело в том, что не все воспитанники нашего хабаровского хоккея родились в дальневосточной столице. Ты про Большой Камень? И про него тоже. Дай, Ироша. Павел Владимирович Дидунов. Родился 8 апреля 1990 года в городе Большой Камень. Нападающий. Воспитанник Хабаровской школы хоккея. Игровой номер 25. В 2004-2012 годах играл за клубы «Амур-2», «Амурские тигры» и «Амур». Три года выступал за хоккейный клуб «Северсталь». В первую очередь, я немало лет занимался в детско-юношеской школе. Нашим тренером был Сергей Иванович Курмешов. Мы у него пробыли, я не знаю сколько, но лет 10, может, он нас там воспитывал. Это, наверное, главный показатель того, что я воспитанник этой школы. Я сюда приехал, здесь очень много времени занимался, в хоккей играл, учился играть в хоккей. Ну вот, снова здесь. В Череповце, как бы, Череповец, как бы, совсем другой город, можно сказать. Вот, и архитектурное, как бы, строение, все другое. Там погодные условия очень такие, скажем, тяжелые. Там очень мало, так скажем, солнца. Без него очень было тяжело. Вот, тем более, я в Хабаровске привык, что очень много его. Приехав туда, увидел, что там очень, так скажем, пасмурно, ну, как, можно сказать, питерская погода. Вот, чем-то они похожи. Ну, конечно, всегда отслеживал. Друзья все-таки здесь, там, Слава Литовщик, Акадима Лугин играли. Постоянно смотрел, как ребята играют. Поэтому и следил, как бы, соответственно, за командой. Было интересно. Все-таки это, как бы, тот клуб, где я вырос. Вот. Поэтому просто так, как бы, ничего не уходит. Ну, в Хабаровске-то я, в принципе, был летом. Постоянно, каждое лето я сюда приезжал. Так что я как-то более-менее отслеживал. А вот, что именно касается Амура, ну, это тяжело пока судить, то, что пока это все не прочувствуешь, пока здесь не побудешь, можно сказать, подольше. А так, с первого взгляда, ну, конечно, это ребрендинг такой команды. Там майки поменялись, поменялись, там, значки, все поменялось. Раздевалка поменялась, все поменялось. Тигры я примерил еще в молодежной команде. Сейчас вам снова пришлось примерить, вот. И у молодежной команды, получается, Тигр, и у Амура Тигр. Просто начали предлагать какой-то там, третий, там, второй номер, 73-й, 72-й, ну, и 25-й. Ну, я выбрал 25-й, как 25-й регион, Триморский край, где я, как бы, родился. И 25-го числа, у моего сына дня рождения. Вот, наверное, я с этим связал выбор. Это были Иван Вербицкий, Юлия Кабакова, Денис Толпека, Павел Дедунов и Ероша. Пока-пока, увидимся в прохоккее. Иван Вербицкий. Пока-пока. Пока. Пока-пока. 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 Продолжение следует...